Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И я хочу поблагодарить вас за те вопросы, которые вы нам присылаете. Это видно, что вам не безразлична судьба вашего сада, что вы цените нас как специалистов каждого своей области. Итак, какие же вопросы больше всего беспокоят наших садоводов сейчас, в июне месяце? Начнем по порядку. Итак, первый вопрос. Чем можно защитить от тли смородины в период созревания? Это очень важный период. Дело в том, что в это время смородина как раз активно растет. На нее нападают всякие вредители, на молодые активно растущие побеги. Но применять серьезные пестициды в это время нельзя. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на биопрепараты, такие как фитоверм, окарин, битоксибацилин, которые абсолютно безвредны для человека, для подавляющего большинства животных. Единственное, фитоверм, окарин, их все-таки срок ожидания для пчел сутки. Вам нужно защитить пчел. Для человека срок ожидания 3 дня. То есть уже через 3 дня эта продукция абсолютно безопасна для нас. Обрабатываем обязательно очень тщательно, особенно там, где листья завернулись, чтобы гарантированно искоренить тлю. Если у вас нет под рукой этих препаратов, а тля бушует, используем традиционные народные средства. Это может быть мыльный раствор, это может быть мыльно-содовый раствор, это могут быть настои различных трав, но с одним условием. Они не должны быть едкими, горькими, потому что это может остаться на ягодах и потом, естественно, испортить вам настроение. Это может быть, кстати, опудривание табачной пылью, если количество тли незначительное. А вот после уборки, когда ягод не остается, а тля все еще есть, значит мы используем более серьезные препараты, такие как каратезион, актора, эфория и так далее. Запомните, ваши кусты должны уходить в зиму обязательно здоровыми. Второй вопрос. Красная волдырима на малине не является ли это вирусной мозаикой? Нет, маловероятно, что это вирусная мозаика. Скорее всего, это поражение каким-либо вредителям, которые, как и красногаловая тля на смородине, либо на яблоне, вызывают разрастание ткани, образование некрасивых пузырей. В таком случае, если ваша малина ремонтантная, обязательно обработайте свои кусты инсектицидами, типа каратэ, актора, эфория, либо другими разрешенными. И обязательно добавьте в обработку фунгициды для профилактики пурпуровой и белой пятнистости. Это сохранит здоровье вашим кустам на весь сезон. Если же поражение очень серьезное, если вы видите, что поражено очень много листьев, то такой куст я бы все-таки лучше удалила. Понимаете, очень сложно сориентироваться, что именно поразило ваше растение при таком скудном описании, не имея фотографии. Поэтому будем действовать, исходя из максимально широких причин таких поражений. То есть работаем от вредителя и от болезни. У одного из наших постоянных зрителей и слушателей опадает зависть у вишни. И он сомневается, правильно ли он поливает вишню. Нужно ее поливать или нет. Причиной падения зависти у вишни чаще всего является, к сожалению, неправильное оплодотворение. Как мы уже рассказывали в целом ряде наших роликов, у вишни есть очень важный момент. Во время цветения и опыления температура воздуха должна быть не менее 10 градусов тепла. Иначе оплодотворение не происходит и пустая зависть просто осыпается. Возможно, причина именно в том, что во время цветения стояла холодная погода. И сейчас вишня просто избавляется от пустой завязи. Второй причиной может быть все-таки отсутствие опылителя, достойного, с хорошей качественной пыльцой. Ну и наконец, третье, действительно, неправильный полив в период налива, налива именно формирования плодов может привести к осыпанию значительного количества завязи. Поэтому очень важно поливать свои растения в период формирования завязей, независимо от того, вишня, а это крыжовник, смородина или яблони. Если воды не будет хватать, то деревья просто сбросят ту зависть, которую они не смогут при таком количестве полива вырастить достойно. Поливать нужно равномерно и обильно, равномерно и регулярно. То есть не по чуть-чуть, через 2-3 или через месяц, то есть не по чуть-чуть, через 2-3 недели или через месяц, как придется, а смотреть на состояние почвы. Если почва хорошо увлажнена, значит мы не поливаем. Если засуха установилась и уже 3 недели не от дождя, поливаем однозначно и поливаем обильно и хорошо, чтобы промочить весь земляной слой, где находятся корни, а это на глубину не менее 20 сантиметров. Четвертый вопрос. Как справиться с камедетечением у черешни? Для начала нужно выяснить, что же является первопричиной камедетечения. Это может быть как подмерзание зимой, либо ранней весной, так и повреждение болезнями, либо вредителями. Если это вредитель, вы можете обнаружить его следы жизнедеятельности, ходы проточенные, опилки, вот этот вот порох, который может высыпаться. Если это болезнь, часто рядышком соседствуют раны, можно заметить даже плодовые тела. Часто камедетечения сопутствует поражению манилиальным ожогом и кластероспориозом. И тогда оно располагается в основном на небольших вегетирующих ветках. Если же камедетечения идет из ствола, здесь может завестись, извините, цитоспороз. Он чаще всего идет именно после подмерзания. Итак, если дело во вредителях, защищаем от вредителя. Обработка инсектицидами, если это древоточец, вплоть до впрыскивания раствора, акторы, допустим. Именно в древоточину на стволе. Если это болезнь, мы зачищаем аккуратно зоны отмерзшей коры, где наблюдается камедетечение, промываем, протравливаем фунгицидами, например, трехпроцентным раствором медного купороса либо бордоской жидкости и тщательно замазываем садовым бальзамом, либо варом, либо хорошей садовой краской. При обширных поражениях, например, при морозобоинах, при серьезных солнечных ожогах, когда отмирает большой объем коры, оптимально все-таки использование глины, глиняной замазки на основе коровяка и дальнейшее бинтование. Это помогает растению справиться с причинами, вызвавшими камедетечение. Хотя среди болезней растений, пожалуй, камедетечение – это самая загадочная болезнь, потому что не всегда удается установить, почему же растение камедеточит. Еще один важный момент. Таким растениям, таким черешням, вишням, которые истекают камедью, очень важно обеспечить равномерный полив и хорошее сбалансированное питание, чтобы помочь им справиться с проблемой изнутри. Полив не должен быть чрезмерным, это может вызвать излишнее камедетечение, но и не должен быть поверхностным, когда проливается только верхний, буквально 5-10 см слой почвы. Только равномерный и глубокий. Что делать, если происходит постоянное осыпание завязи у золотистой смородины? Вы знаете, это действительно очень загадочный вопрос, потому что мы в своей практике практически никогда не сталкивались с такой проблемой. Золотистая смородина отличается крайней неприхотливостью в своем произрастании, и у него действительно у этого растения мало вредителей и не так уж много болезней. Но одними из вероятных причин осыпания завязи может быть как раз недостаток влаги и поражение различного рода пилильщиками. Пожалуйста, хорошенько проливайте свои кусты смородины именно в период после цветения, когда идет формирование и налив ягоды. И обязательно сразу после цветения, когда осыпались последние цветки, последние лепестки, проведите защитную обработку от вредителей, от пилильщиков, от различных семяядных насекомых, которые питаются семенами у смородины. Это тоже может спровоцировать осыпание. Нашего читателя очень беспокоит вопрос, почему не цветет вишня. Он пишет, что вроде как цветки есть, но у них в этих цветках отсутствуют пестики, практически у 90% цветков. Такое наблюдается в том случае, если сорт не зимостойкий и идет повреждение пестиков, идет повреждение вот этих семи зачатков буквально еще в почках в период распускания, при возвратных заморозках. Зимостойкие сорта обычно хорошо переносят зимы и не подмерзают. Южные сорта гораздо хуже. Я бы посоветовала вам сменить сорт. Если он столь серьезно повреждается даже небольшими морозами, к сожалению, исправить это очень-очень сложно. То есть основная причина отсутствия урожая на вашей вишне в данном случае скорее всего недостаточная зимостойкая сорта, из-за чего происходит вымерзание будущей завязи еще в состоянии бутона. Кстати, в отдельных случаях причиной может оказаться и очень сильное заселение деревьев муравьями, которые в прямом смысле слова выгрызают эту зависть. Вам нужно тщательно понаблюдать за растением, нет ли там колоний этих весьма своеобразных насекомых, с одной стороны полезных, с другой стороны вот таких вот вредителей. Еще один наш читатель интересуется, сколько времени нужно препаратам, чтобы поступить в листе при опрыскивании. Например, он обработал свой сад в 7 утра, а в 12 дня уже пошел дождь. Я могу заверить и его, и вас тоже. Препарат уже успел подействовать. Конечно, если это препарат системного действия, то есть он всасывается в лист. Современным инсектицидам, фунгицидам достаточно иногда двух, двух с половиной часов для того, чтобы впитаться, разместиться внутри листа и спокойно работать. То есть вы можете не волноваться, препарат подействовал и уже работает. Если же препарат контактный, то, к сожалению, после дождя нужно будет обработку повторить. Он смывается. У одного из наших зрителей болеет груша. На одной из них появляются на листьях мелкие красные пятнышки, а вот у второй грушки черные наполовину листья. И нужно сказать, проблемы у этих грушек очень разные. У первой грушки образование мелких красных пятнышек на листьях вызвано заражением грушевым галловым клещом. Это очень маленький микроскопический клещ, который живет внутри листа и вот там, где он питается, появляются маленькие красные вздутия, папулы, галлы. В дальнейшем они чернеют и лист отмирает и как следствие осыпается. Для борьбы с галловым клещом можно и нужно применять либо препараты серы, либо специальные акарициды. Это может быть актелик, теовиджет, коллоидная сера. И сейчас очень важно именно сейчас провести эту обработку. Дело в том, что уже начинается в пазухах листьев формирование будущих почек, будущего урожая, так сказать. И клещи уже готовятся к их заселению. Если сейчас провести обработку, а через 2-3 недели повторить, то вы гарантированно избавитесь от этого опасного вредителя в саду. Что касается черных листьев. К сожалению, почернение листьев у груши чаще всего вызвано бактериальным раком. Это довольно распространенное, но от этого не менее опасное заболевание. Особенно опасно оно для ослабленных ранневесенними заморозками, зимними морозами, плохим уходом растений. Что нужно делать? Для того, чтобы справиться с бактериальным раком, вам понадобятся либо препараты меди, но уже не все. Дело в том, что этот патоген бактерия псевдомона серинга, который вызывает бактериальный рак, оказывается мутирует. И справиться с ней сейчас наиболее эффективно помогают такие препараты, как Косайт и Абигапик. К сожалению, азофос, медный купорос уже не так эффективны против бактериального рака. Хорошо справляется с бактериальным раком и биопрепарат фитоловин. Это настоящее спасение для тех, кто заботится об окружающей среде, о ее здоровье и своем здоровье тоже у себя в саду. Поэтому обрабатываем свои груши либо Косайдом, Абигапиком, либо фитоловином. Поскольку фитоловин это биопрепарат, помним, что он контактный и обрабатывать нужно часто, буквально каждую неделю. И если прошел дождь, после дождя обязательно. Таким грушкам, которые поразились бактериальным раком, обязательно нужен хороший аграфон. Поддержка с балансированным питанием и поливом. Это поможет растению восстановиться и войти в устойчивую ремиссию. И бактериальный рак у нее уже не проявится в ближайшее время. Но полностью бактериальный рак искоренить, к сожалению, очень сложно. Наверное, все-таки невозможно. Поэтому за этой грушей вам нужен хороший уход и досмотр своевременные обработки именно от этой болезни. Очень интересный вопрос задал нам читатель. Почему яблоки несимметричны? Ты его разрезаешь пополам, а половинки несимметричны. Это действительно очень влекательный вопрос. И в чем же причина? Ну, во-первых, это может быть сортовая особенность. Некоторые сорта, особенно старинные, до середины 20 века действительно страдают такой естественной ассиметричностью яблок. Например, сорт память Сюбаровой. У нее большинство яблок имеют слегка скошенную форму. Раз. Причина. Вторая причина это условия роста самого яблока. Дело в том, что у яблонек соцветий всегда 6 цветков. 5 посередине это так называемый царский цветок. И 5 вокруг него. Из центрального цветка формируется самое правильное, идеальное яблоко. А вот из тех, которые располагаются по краям, они находятся немножко в худших условиях, их поджимают со сторон. Вот они могут сформироваться немножко кособокими, несимметричными. Ну и одна из версий это не совсем полное опыление. Дело в том, что когда мы разрезаем яблочко поперек мы видим внутри звездочку, семенные камеры, в которых находятся семечки. Если опылены все семязачатки, если завязались семечки во всех камерах, то обычно яблоко формируется полностью симметрично. Но бывает опыление происходит не полностью, и семечки формируются только в одной из семенных камер. В таком случае может быть небольшая асимметричность. Как предупредить? Ну, если сортовые особенности и опыление мы контролировать ну никак не можем, то со случаем с царским цветком, конечно, мы можем справиться. За рубежом, чтобы получить качественное, крупное, симметричное яблоко, оставляют только один цветок, именно его, центрального, царского цветка. Почему осыпаются ягоды у красной смородины? Причин может быть несколько. Самое распространенное это как раз нехватка влаги вперед ее формирования. Если красная смородина испытывает дефицит воды, она, естественно, сбросит часть зависти, а если дефицит серьезный, может осыпаться вся зависть. Вторая причина это поражение различными вредителями. Но в таком случае осыпается небольшое количество, все-таки что-то остается. И наконец третий случай редко, но встречается. Смородина дичка. Иногда бывает, что вырастает смородина из семечки, ее выдают за сорт и продают. Или она выросла, сама вы ее оставили. В таком случае осыпаемость может быть действительно очень высокая. Чаще всего совпадение двух факторов нехватка полива перед налива завязи и повреждения насекомыми вредителями. В таком случае что я могу вам посоветовать не забывайте поливать свои косты и вовремя проводить обработки от различного рода пилильщиков и прочих насекомых. Сейчас когда завязь формируется биопрепараты помогут вам справиться с вредителем. Ну а полив это должен быть обязательным мероприятелем по уходу за смородиной и другими кустами и деревьями. Еще вопрос по смородине. Почему отдельные ветки смородины не все оделись в листья? Действительно такое часто бывает. Куст распускается вроде весь, но одни ветки растут активно, на них образуются крупные листья, хороший прирост, они цветут, наливаются, а вторые постепенно чахнут и в конце концов погибают. Что за причина? Чаще всего причиной является стеклянница. Личинка этого насекомого прогрызает ход внутри стебля, чем нарушает движение воды по побегу и как следствие постепенное усыхание. Это могут быть различные златки, которые тоже повреждают кору и сердцевину у смородины и опять же вызывают засыхание. В любом случае эту пораженную ветку нужно вырезать как можно ниже и немедленно уничтожить. Убедиться в причине усыхания ветки можно срезав ее несколько раз сделав несколько срезов по длине ветки посмотреть есть ли внутри черный проточенный ход стеклянницы либо златки. В таком случае понятно что это именно насекомые можно ли поливать растение смородину водой из родника то есть очень холодной водой я считаю что в принципе можно на самом деле температура воды из родника обычно 13-14 градусов Цельсия и если вы поливаете утром либо вечером когда почва сама собой потихонечку остывает то никакого вреда корням не будет единственная рекомендация это для всех в жару в сильную жару поливать холодной водой ледяной водой не стоит именно потому что может наступить небольшой температурный шок для корней поэтому холодной водой из родника утром и вечером пожалуйста можно поливать почему кусты обрастают лишайниками влияет ли на это кислотность почвы нет кислотность почвы на это не влияет обычно причиной заселения кустарников или деревьев лишайниками являются условия окружающей среды в целом во-первых это загущенность второе это старые кусты третье кустам не хватает ухода они ослаблены они плохо сопротивляются заселению заражению лишайниками и четвертое лишайники сами по себе как бы вреда не приносят они растения даже не совсем растения это особая группа организмов они симбионты растений и грибов они являются индикаторами чистоты окружающей среды то есть в целом у вас почва воздух и вода довольно чистые но кусты явно ослаблены что сделать во-первых заросшие лишайниками ветки у кустов обязательно удаляем это необходимо и для того чтобы омолодить куст и улучшить условия внутри самого куста лишайники не очень любят яркое солнышко и предпочитают находиться в тени второе обязательно освободите приствольные круги своих кустарников от сорной растительности подкормите их хорошо чтобы спровоцировать восстановительный рост и обязательно замульчируйте корневую систему сверху хорошим слоем компоста торфа скошенной подвяленой травы чтобы условия для роста и развития куста были оптимальные в таком случае лишайники обычно уходят и не забывайте проводить омолаживающую обрезку на кустарниках регулярно удаляя ветки старше 5-6 лет можно ли использовать в качестве мульчи для смородины и крыжовника опилки регулярно использовать опилки для мульчирования на этих культурах я бы не рекомендовала потому что в таком случае наступит постепенное закисление почвы но если это разовое мероприятие и вы следующий год обязательно найдете более подходящую мульчу будь это торф компост кастральняная или другой растительный материал та же самая скошенная травка то однократно периодически можно при этом следует помнить что при разложении опилок бактерии которые этим занимаются будут забирать часть азота из почвы себе то есть при мульчировании опилками крыжовника и смородины вносим дополнительную дозу азота а для того чтобы облегчить переваривание так сказать опилок их разложение можно пролить эту мульчу опилочную раствором триходермы баверии баверии либо других почвенных крепков они кстати триходерма известны тем что быстро разлагают целлюлозу возвращая вот эти питательные вещества обратно в почву еще один наш читатель волнуется почему у него не растет крыжовник он посажен на песчаной почве и со временем к моменту созревания ягод он практически полностью лишается листвы которая желтеет потом краснеет и осыпается крыжовник как и смородина как и практически все наши ягодные и плодовые культуры любят хорошую плодородную почву и на песчаной он может во-первых испытывать дефицит того же самого азота об этом может свидетельствовать пожелтение листвы на песчаной почве азот вымывается особенно быстро и не задерживается практически поэтому на песчаной почве используем в первую очередь органику и используем мочевину как наиболее эффективное азотное удобрение второй момент осыпание листьев может наступать из-за поражения антракнозом и другими листовыми пятнистостями вот об этом кстати может свидетельствовать покраснение листа образования пятнышек с красными каемочками поэтому помимо того что вы обязательно подкармливаете улучшаете почву там где растет у вас крыжовник обеспечьте ему пожалуйста хорошую защиту от антракноза септериоза и прочих пятнистостей и конечно полив песчаная почва очень легко пересыхает из-за этого меняется и усвоение микроэлементов макроэлементов страдает сам куст и снижается его устойчивость к болезням и вредителям и обязательно мульчируем и у крыжовника и у смородины корневая система довольно поверхностная а песчаная почва легко перегреваются из-за этого опять же куст страдает итак для лечения вашего куста первое что мы делаем вносим удобрения до середины лета это еще не поздно сделать удобрения именно азотные второе проводим обязательно защиту от вредителей и от болезней по листу и наконец обязательно опрыскиваем наши растения удобрениями чтобы они поступили в лист как можно скорее ведь кусту это сейчас жизненно необходимо вот такие вопросы пришли на наш ютуб канал от вас наши дорогие зрители и большое спасибо вам это не только ценно для нас но это ценно и для других зрителей нашего ютуб канала потому что позволяет им понять что происходит с их растениями повысить свой уровень узнать что-то новое справиться с теми проблемами которые у них возникают благодаря в том числе и вот этим заданным вам вопросом с вами была Юлия Кондратенок до новых встреч на нашем ютуб канале спрашивайте пишите нам присылайте фотографии это помогает лучше понять в чем причины проблем которые вас беспокоят и процветания вам и вашим садом до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok